Всем привет! Здравствуйте! С вами Лера. Добро пожаловать на канал. Сегодня у нас с вами проверка тетради по математике. Кому нравится контент такого формата, лайк, подписка, комментарий, подписка на телеграм. Вы все это прекрасно знаете. Обратная связь, это очень-очень важно. Сегодня у нас с вами очень много умножения. И не то, чтобы оно правильное. Скорее всего, мы сегодня с вами будем говорить о том, как надо, а не о том, как не надо. В общем, нам нужно объяснить, по какому принципу посчитаны данные, примеры. У нас с тобой есть 7500. И мы все это умножаем на 39, соответственно. Нам нужно объяснить вычисление. Вот мы записываем второй множитель со сдвигом влево на два знака. Нули у нас никогда, когда мы столбиком это делаем, если они в конце, они у нас не участвуют в умножении, да? И записываем мы их только-только в конце. Сначала нам с тобой нужно... Ну, то есть, если мы нули с тобой закрываем, у нас остается сколько? 75, соответственно, да? Мы сначала 75 умножаем на 9, и получается 675. А затем мы 75 умножаем на 3. И затем мы записываем не под пятеркой, а еще со сдвигом, как это сказать, вправо. Да, не под пятеркой, а со сдвигом. У нас всегда так получается. И затем уже начинаем считать с единиц. Нули в этот момент у нас с тобой переезжают в ответ. Ноль записываем, ноль записываем. Пятерку мы сносим. Мы сюда уже не смотрим. Мы смотрим только вот сюда. Мы пятерку сносим. Опять к 7 прибавляем. 5 у нас с тобой, соответственно, получается 12. Да? Там 2 пишем, 1 запоминаем. И в таком формате все засчитываем. У нас с тобой должно получиться 292 500. Дальше. 500, нет, 5006 умножить на 32. Смотрим. Здесь у нас в конце нулей нет. Мы с тобой сразу умножаем первый множитель на единицы. 5006 мы умножаем сначала на какое число? На 2. То есть многие дети вообще теряются. Как это умножать? Как это? Что с чем? Вы посмотрите, как много всего. И вы сейчас поймете. Вы, наверное, уже видите вот эту всю красоту. Да, товарищи? Мы с тобой сначала вот это все число умножаем на единицы. И у нас с тобой получается 10.012. Так как нулей нет, мы с тобой сразу записываем. А затем мы 5.006 умножаем на 3. И получается 15.018. Мы всегда работаем со сдвигом влево. Влево. Для меня это лево. Со сдвигом... Ну, для вас лево это тоже, вы же смотрите. Со сдвигом влево. Двойку мы сносим. Двойку мы сносим. Считаем 1 плюс 9. Здесь будет плюс, кстати, если что. Да, если что, здесь будет плюс. 1 плюс 8, 9. 0 плюс 1, 1. 0 плюс 0, 0. 1 плюс 5, 6. И единицу мы сносим. То есть посчитать довольно-таки очень-очень легко. Дальше мы берем 408 и 407. Вот второй множитель у нас на позиции десятков содержит 0. Поэтому второе неполное произведение у нас с тобой равно 0. Но мы не будем записывать третье неполное произведение. Мы с тобой сразу пойдем, что под сотнями. Это я про это имею в виду. 408. Сначала мы умножаем множитель на число единиц. Это уже под сотней мы потом пойдем. 408 умножить на 7. Получится 2856. Мы с тобой так и записываем. У нас с тобой неполное произведение равно 0. Мы с тобой его не записываем, мы его пропускаем. Значит, мы смещаемся еще на одну клетку. Умножаем первый множитель на сотни. То есть вот это вот дело на сотни. 408 умножить на 6. Получится 2448. Восьмерку под восьмеркой, соответственно, и так далее. Шестерку мы сносим. Пятерку мы сносим. 8 плюс 8 – 16. 6 пишу. 1 запоминаю. И так далее, и тому подобное. Всего у нас с тобой должно получиться 247 658. Дальше. 490 умножить на 580. На 580. Опять. Оба множителя содержат на конце 0. Количество единиц в числах равно 0. Поэтому умножение мы начинаем сразу с десятков. То есть да, мы уже не трогаем. Первый множитель у нас с тобой 49. И умножаем первый множитель сначала на число единиц, потом на число сотен. Вот. 49 умножая на 8 – получается 392. Да? Затем 49 умножая на 5 – получается 245. Затем мы записываем первое неполное произведение под десятками, второе под сотнями, а нули мы сносим и записываем справа в ответе. У нас здесь с тобой будет два нуля. Поэтому вот таким вот образом. Но здесь, конечно, все сместилось очень и очень здорово. Прям очень и очень здорово. Здесь двойка выглядывать не должна. Здесь двойка должна быть прям четко под двойкой. Немножечко сместилось, видимо, тут начеркал весь, запутался. Но вы понимаете. То есть, смотрите, прошло как много времени, да? А мы все еще разбираем первые какие-то наши с вами задания. Вот это, в принципе, и есть работа в математике на уроке. То есть вы просто даже представить себе не можете, что происходило 29 февраля. Вот правда. Вы даже себе представить не можете, какие муки испытали просто все в этом маленьком помещении. Все 26 человек, включая меня, испытывали моральное истощение. Понимаете? Потому что вот это крах, это можно запутаться. И как они путались. Я вот смотрю на них, я понимаю, что нам пахать не перепахать. И вот потом беру тетрадки, начинаю смотреть, а вижу вот это. Удивлена ли я? Нет, нет, я не удивлена. Я ни в коем случае не удивлена. Потому что правда сложно, правда сложно. Вот тебе число. 1780 умножь на 23. Ну, хорошо, что хоть, извини меня, правильно записал. Да? Ноль мы сразу не пишем. То есть вот тебе пример. Даже несмотря на то, что вот здесь, вот тут у тебя пример. Да? В учебнике у тебя пример. То есть мы не можем сориентироваться. У нас не получилось этого сделать. То есть у нас здесь с тобой 178 должно быть сначала умножено на 3. Получится 534. Затем 178 нужно умножить на 2. Должно получиться 356. Ноль мы сносим. Четверку мы сносим. Вот 534. Ноль здесь не нужен. Он здесь не нужен. Мы должны прибавить. Мы должны прибавить. Под тройкой будет шестерка. Да? 6. Здесь у нас с тобой должно получиться 5. Здесь у нас с тобой должно получиться 3. Да? Затем уже мы с тобой подводим черту. Вот оно. Ноль мы сюда сносим. Четверку мы сносим. Затем 6 плюс 3 получится 9. 5 плюс 5 получится 10. Еще один запоминаем. Ноль записали. Да? 3 плюс 1. Это будет 4. То есть здесь вообще абсолютно неправильно. Здесь не понято задание абсолютно, просто абсолютнейшим образом. Здесь вот так вот просто бери, вот так, и все делай. Это все пойдет в работу над ошибками. Это все пойдет на переделывание. Это все будет разбираться на консультации. Я не знаю, есть ли у вас консультации. У нас один раз в неделю после уроков чередуется одну неделю русский, другая неделя математика. То есть чередуется и вот группа детей. У нас есть специальная тетрадочка, специальный журнал. Группа детей, которая, да, как бы не успевает по каким-либо предметам. Они вот приходят. Ну, по каким предметам? Русский, математика, основной наш хлеб. И вот они приходят, ты с этой группы начинаешь разбирать то, где они отстают. Вот это, опять же, ни одного урока тема. Это нужно, это вот кажется легко. А тем, кто не понял, это сложно. Вот тот, кто знает таблицу умножения, как орешки щелкает. Понимаете? Ну, давай посмотрим. 14 490 разделить на 70 умножить на 31. Получится 6417. А где промежуток? Где промежуток? Ну, уж про порядок действия я уж молчу. Ну, получится правильно. Получится правильно. 184 200 разделить на 600 умножить на 67. Получится 20 569. Правильно. Ну, правильно. Ну, вот опять. То ли где-ли списал, то ли как-ли. Ну, ни промежутка, ничего. Ой, вообще, тут закачаешься. Вот это прям вообще закачаешься. 192. Значит, нам нужно найти значение выражения. 85 умножить на B. Если B это 10. Если B это 11. Если B это 12. Если B это 100. Если B это 101. И если B это 1001. Посмотри, что он мне пишет. Он 85 умножает непосредственно на B. И получается 10. Вот у меня, вот я либо, я еще думаю, он, видимо, настолько, вот это задание, оно ведь не первый раз. И кто смотрит мои ролики по математике, они уже знают эти задания. Да. Ну, как бы там в табличке обычно это обозначается. Он, видимо, настолько затутыркался с этими примерами, с этими всеми столбиками. Влада Николаевна, какие клетки, куда смещение, зачем, что вы от меня хотите. Я не понимаю вот это вот. Я представляю, что у него творилось в голове просто-напросто. И он же настолько затутыркался, что ему и задача не нужна. Это задача. Это задача в 4 действия. Хочу я вам сказать. Вы не поняли? Вы думаете, что это за 194-е задание? Это задача. Слушай, настолько, видимо, у него уже вскипела мозга, что он подумал, не, все, ребята, на сегодня математика для меня закончилась. Значит, продолжится на консультации. Я вот даже не знаю. Ну, то есть 85 умножить на B. B – это 10. То есть тебе 85 нужно умножить на 10. И вот что получится у тебя? Да, тебе 85 нужно умножить, какое там следующее число? На 11. И вот какое число у тебя получится? Тебе 85 нужно умножить на сколько? На 12. Это B. Это не 6. Это B. Тебе нужно на 12. И вот какое число у тебя получится? Тебе 85 нужно умножить на 100. Какое число у тебя получится? Тебе 85 нужно умножить на 101. Да, какое число у тебя получится? И тебе 85 нужно умножить на 1001. И вот какое число у тебя получится? Вот оно как должно быть, понимаешь? Вот оно как должно быть. Ничего уже, не пойму. Вот, ну, правда. Ну, я склоняюсь к тому, что устали. Все, видимо, устали. Потому что, правда, прям вот это один из тех уроков, где вот прям ты тылдычишь, у тебя рот не закрывается ни на секунду вообще. То есть вообще от слова совсем ни единой секунды у тебя нет продуху. И урок пролетел, понимаешь, вот так. Вот так. 194-е, дорогие мои, опять-таки же повторюсь, это задача. Задача в 4 действия. Значит, в 11 часов с аэродрома вылетели одновременно в противоположных направлениях 2 самолета. Вот представили, да? В 14 часов расстояние между ними было 3540 километров. Вот один из них летел со скоростью 620 километров в час. А с какой скоростью летел другой самолет, мы не знаем. А вот нам это нужно понять. Там вообще в нескольких способах эта задача решается. Ну, и такого способа решения данной задачи я еще не знаю. Там нужно сначала определить время полета, затем сколько пролетел первый самолет, затем сколько пролетел второй самолет, и тем самым разделить это число на часы, да, на время полета, и уже получится скорость. Вот сейчас мы посмотрим еще одну тетрадку, я вам покажу, как должно быть. Ну, то есть это вообще, вообще абсолютно все не так. Вообще. То есть вижу числа, начинаю с ними взаимодействовать. То есть осознания в данной задаче вообще нет. Не старался ни грамма, не старался ни грамма, вообще ни грамма не старался. Пишите в комментариях, какую оценочку поставили бы вы, что вы думаете вообще по этому поводу, были ли у вас такие ситуации в математике, так вообще вам математика давалась, легко или сложно, делали ли вы что-то спустя рукава, там как-то от балды. Вот как вы думаете, вот у меня же там детки по большей части смотрят, да, вот напишите, чем вот может руководствоваться, вот что это за итог, какого поведения это итог. Ну, с домашней работой хочется сказать, кстати, кто не подписался, подписывайтесь, чем нас больше, тем лучше. Я безумно благодарна каждому за подписку. Вот еще лайк можете прожать, если вы еще этого не сделали, но это так, это так, это так. Знаете, между делом, пока тетрадку поправляю. В общем, я очень расстроилась, а с другой стороны я ожидала. Понимаешь, с другой стороны я ожидала, и как будто бы ничего нового-то вот, ну, как будто бы ничего нового, а как будто бы вот, извините меня, да. Кстати, почему вы мне не сказали, что у нас с тобой штатив отлетел? Почему вы молчите? А я и думаю, что-то у меня как-то это, прикорнилось, у меня штатив отлетел. Итак, домашняя работа, упражнения у нас с тобой, значит, выполнил умножение с объяснением. Точно так же, что мы делали в классе. Сразу видно, что, скорее всего, принимали участие взрослые, потому что домашняя работа – это всегда закрепление того, что ты проходил в школе. То есть мы с вами видим наглядно, что, кстати, слово «классное» написано с одной «с», а ты молчишь. Опять молчат. Вот сколько можно? Сколько можно? Молчат и молчат, молчат и молчат. Мы с вами видим наглядно, что он не понял, как в классе это делать. Да, именно поэтому я могу сделать… Без родителей здесь не обошлось, конечно. 351 умножить на 18. Вот смотрим. Мы с тобой умножаем первые множители на число единиц. 351 сначала умножай на 8. У нас с тобой получается 2808. Затем мы с тобой 351 умножаем на 1. Получается 351. Мы единицу пишем под нулем. Восьмерку мы сносим. Мы с ней ничего не делаем. Мы ее просто приглашаем в гости, понимаешь, в произведение. Ну, в данном случае в сумму. 0 плюс 1. Соответственно, 1. Да. 8 плюс 5. Там 13. 3 пишем 1. Запоминаем элементарное сложение. 2 плюс 3 будет 5. Да еще 1 в 6. Ну, все. Ну, тут вообще… Ну, просто сложение. 708, 430. 0 мы не трогаем. Четверка, двойка, однерка, двойка. Затем двойку мы пишем под двойкой. Тройка, восьмерка, двойка. 0 мы сносим. 4, 4, 4, 4, 0, 3. Итого получается 304 тысячи 440. Мне легче начинать считать с единиц. И вот прям по цифрам. Да, не полностью число, а по цифрам. Мне так проверять удобнее, потому что не спутаешься. Ну, про аккуратность здесь тоже речи идти не может. 500, значит, 50690 умножить на 16. 0 мы не трогаем. 4, 1, 4, 0, 3. Девятку под единицей. 6, 0, 5. Единицу, ой, 0 сносим, четверку сносим. Складываем. 1 плюс 9 будет 10. 0 пишем, 1 запоминаем. Тут 10, еще 1, 1. Тут у нас с тобой 0, да еще 1. И тут у нас с тобой 8. Итого должно получиться 811 тысяч 40. И последнее. 801 умножить на 401. Значит, 801. Все, здесь у нас опять с тобой 0. Мы его не трогаем. Мы просто еще на 1. Мы как бы пропускаем, и с тобой еще на 1 клетку уходим. Справа. Ой, влево, господи, прости. Ой, господи, 801 умножить на 4 получится 3204. Начинаем подсчет. Ну, страх, страх, божий страх. Однерку мы сносим. Она у нас стоит красивая, просто ждет, пока мы ее пригласим. 0 мы сносим аналогично. Затем 8 плюс 4 будет 12. 2 пишу, 1 запоминаю. Да, как бы 0 и 1 будет 1. Двойку мы сносим, тройку мы сносим. Мы с ними ничего не делаем, потому что их не с чем складывать. Мы их просто сносим. Итого у нас с тобой должно получиться 321 тысяча 201. Ой, вот это да. Вот это поворот. Скажи, скажи вообще. Ой, ну ладно, слушайте. Пишите в комментариях, какую оценочку поставили бы вы. Может быть, кстати, тройку за оформление. Это еще очень даже жирно. В общем, остается, ну, вздыхать и ахать и охать. Я, на самом деле, давно не видела таких работ. Опять-таки же, давно таких работ не видела. Ну, а с другой стороны, опять-таки же, я повторюсь, что я ожидала. Я, в принципе, в принципе, это было ожидаемо. В принципе, это было ожидаемо. Но все равно как-то, знаете, всегда не особо приятненько. Все-таки ты ожидаешь, но все равно надеешься как-то на лучшее, что ли. Ой, боже мой, давай уже без объяснений. 7500 умножить на 39 получится 675 плюс. Плюса нет, плюса нет. Но это не важно. Итак, всем понятно. 522 итого. 2, 9, 2, 5, 0, 0. Правильно. Ой, накалякали. Ой, ну вот накалякали. 5632, 2, 1, 0, 0, 1. Восьмерку пишем под единицей. 8, 1, 0, 5, 1. И затем должно получиться 160, 192. 408 умноженное на 607, 2856. Восьмерку под восьмеркой, потому что у нас десяток, это ноль. А зачем мы тратим на это время с тобой, да? 8, 4, 4, 2. И затем у нас должно получиться 247 658. А почему? А, 656. 490 на 580. Нули мы не трогаем. Их должно быть 2 этих нуля. Да? Угу. И при том, что 1, 0 должен заходить. Ой, правильно. Ой, ну что, правильно? Это все списано. Конечно, правильно. Было бы странно, если бы это было не про... Куда ты идешь? Иди вон на подоконник. Аж черника пришла на математику посмотреть. Так, 0, 0, потом 2, она была снесена. 4, 8, 2. Все правильно. Господи, дай Бог здоровья. Давай дальше смотреть. 191 задание. Мне уже... Вот я говорю, у меня числа уже в голове, понимаешь? Это... В страшных снах мне скоро будет сниться данная математика. Так, быстро. 17, 80, 23, 534, искренне надеюсь, 356, 440, 940. 78, 20 на 36, 0 не трогаем, 46, 92, шестерку под девяткой 23, 46. Итого должно получиться 281, 520. 607 умножить на 250, 0 мы не трогаем. Почему 7? Нет, не 7. Здесь должно быть 5, потому что 7 на 5 у нас с тобой 35. 5 мы пишем, а 3 запоминаем. Нет, неправильно. Уже неправильно, уже неправильно. Ну, извините меня, по крайней мере, это одна ошибка. Хотя бы она была, хотя бы одна. 706 умножить на 304. Ну и давай посмотрим, что у нас тут должно получиться с тобой. 28, 24. Восьмерку под восьмеркой, единица, единица, двойка. Итого должно получиться 214 тысяч. Неправильно, неправильно, опять неправильно, опять неправильно. Что ты будешь делать? Опять неправильно. 14,490 разделить на 70 получится 207. 207 на 31 получится 6 тысяч. Почему 6,517? 6,417. Ошибка. 184,200 разделить на 60,307. Умножить на 67 получится 20,569. Все правильно, все правильно, все правильно. Ну, как все. Немножко половинка, да? 85 на 10, 850. 85 на 11, 935. Я искренне надеюсь, что это 5, потому что это вообще не похоже на 5. 85 умножить на 12 получится 1020. Нет. 85 умножить на 100 получится 8500. 85 умножить на 101 получится 885. Ну, понятно, что это пятерки, просто они прямо это, деформированные. 85 умножить на, значит, 1001 получится 85085. Все правильно, все правильно. Здесь, по крайней мере, ошибки у нас с тобой не наблюдаются. Дальше у нас с тобой идет задача. Опять быстренько сказать. 14 минус 11 будет 3 часа. Это время полета. Затем мы 620 умножаем на 3, получаем 1860 километров. Это первый самолет. Затем мы из 3540 вычитаем то, что у нас получилось. И у нас выходит скорость второго самолета. Это 1680. Затем мы 1680 делим на 3. То есть, да, на время полета. И получаем 560 км час. Немножко, да. Км час. Все-таки километр в часах. Скорость у нас вот так обозначается. Скорость второго самолета. Ну, вот таким образом. Итого. 1, 2, 3, 4. Это троечка с плюсом большим. Потому что прямо задача хорошо решена. Но здесь вот в примерах. 1, 2, 3, 4. Ну, тройка с плюсом. Хорошая, твердая тройка с плюсом. Ставьте лайк, если согласны. Если не согласны, пишите в комментариях свою оценку. Можете подписаться, если вы еще этого не сделали. Но за внешний вид тоже тройка, конечно. Конечно, хотелось бы, чтобы это было все немножечко... Я сейчас испугалась так сильно. Мне черника из-под шторки хвост выставила. Я прям так... Это думал, господи, что за анаконда в доме. Прям испугалась знатно. Домашние работы. Ну, опять здесь ничего сложного. Здесь мы прям быстренько пробежимся и посмотрим. Я думаю, что домашняя работа на самом деле у всех будет плюс-минус одинаковая. 351, 18, 2808, 351, итого 6318, 708 на 430, четверку записываем под тройкой, 21, 24, 28, 32. Как будто я номер телефона какой-то диктую, да? Итого, получается, 0 мы сносим, четверку мы сносим, 4, 4, 30, то есть 304, 440, да? Почему 506 всегда хочется сказать? 50 690 умножить на 16. Значит, тут у нас с тобой будет 304 тысячи... Нет. Почему 304? Все правильно. Все 30 414. Все правильно. Плюс 5069. Получится 811 040. И последнее. Последок. Последок, как говорится. А вот опять, смотри, молчишь, а у нас опять с тобой штатив раз и покосился. Раз и покосился, а ты молчишь. Вот что, сколько можно молчать, а? А я вот и не замечаю, а мы все даже улетели уже. Так, 801 тысяча. Почему 801 тысяча? 81 умножить на 401. Значит, 801 тут у нас 0, мы его не трогаем, поэтому мы с тобой все это свозим еще на одну клетку. Единицу сносим. Единицу сносим. Мы что делаем? Тоже сносим. 8 плюс 4, 12, 2, 1. Итого должно получиться 321 1201. Здесь все правильно, все изумительно, все хорошо, даже за внешний вид. Мне кажется, здесь четверка, она будет заслужена. Вот такая вот проверка тетради по математике у нас получилась. Надеюсь, у вас не заболела голова. Надеюсь, вы все поняли, что-то закрепили. Рассказывайте, какие у вас оценки, как дела. Люблю вас. Лайк, подписка, комментарий, телеграм, вы все знаете. Увидимся с вами совсем скоро в новом ролике. Пока-пока.